Ребята, всем привет. Решил, соответственно, немножко поделиться внутрянкой и поделиться в целом документами, которые я создаю как директор по продукту, в целом, которые я использую прямо, чтобы оценивать ребят на собеседовании, когда ко мне приходят продукты, когда я их собеседую, когда мы с ними общаемся, чтобы вы тоже знали с вашей стороны примерно, что от вас захотят, что будут смотреть вообще, что там за бумажки заполняют руководитель, с которым вы собеседовали. Я думаю, будет полезно. Если будет полезно, поставьте тоже эмоции на мой постик, оставьте комментарий, я пойму, вообще интересен ли такой формат, пробуем его впервые, поэтому тут очень важна ваша реакция. Если будет полезно, обязательно поставьте, в зависимости от числа ваших реакций мы будем выбирать, продолжать такой формат или не продолжать. Если будет много реакций, я еще поделюсь и самим документом тоже. Ну что, давайте стартовать, покажу вам такую изнанку собеседований, да, как раз с чего начинает. Давайте поглядим. Лично я и очень многие руководители, которые плотно подходят к процессу собеседований, заранее составляют самостоятельно, либо с ичарами, такую табличку. В ней есть основные вещи, что там есть. Да, есть, например, мы описываем, какая у нас сейчас ключевая задача по найму человека. Зачем мы нанимаем этого человека к нам в компанию? Это раз. Да, вот здесь, например, я набираю мобильного продукт-менеджера, то есть менеджер наш мобильный продукт, допустим, Skyeng, как раз те собеседования, которые я делал, и я описываю, ага, чтобы в рамках нашего мобильного направления ежемесячно генерилось столько дополнительных денег. Это в целом моя большая задача, да, пока она еще не связана с каким-то конкретным человеком, который отбирает, мы идем сверху вниз. Супер. Дальше я думаю, ага, а вот дадут мне человек, какой-то магии он найдется, классный человек, что я от него буду хотеть, да, фактически, что я от него на квартал буду хотеть, да, или по месяцам, что я от него буду хотеть, какие результаты мне от него нужны. Я задаю себе этот вопрос и выписываю основные результаты. Вот, например, здесь. Сделать мобайл прибыльным, чтобы он работал в плюс в рамках текущей бизнес-модели. Это вот задача на квартал, на три месяца у менеджера по продукту. Плотная, но тем не менее. Дальше. Сделать возможность легкого давления функциональности другими командами в то приложение, которое важно. То есть тут надо что-то еще будет технологическим перестроить. Окей, мне это важно, я это записываю. Это, допустим, на четвертый квартал у меня задание. Отлично. И еще я думаю, а вот в рамках года, что я хочу от этого человека, какие результаты я от него хочу. На самом деле по этим результатам я потом людей, которые уже мы только возьмем в команду, да, от его кандидата, я буду проверять испытательный срок, он прошел или не прошел. Насколько он продвинулся по этим вещам. Вот, я описываю запустить такую-то услугу с такой-то маржинальностью, с таким-то финансовым показателем. Круто. То есть я описал, что мне верхний уровень его надо. Описал, какие задачи там по месяцам для продуктов, либо для руководительных направлений по кварталам я хочу от него получить. Это очень важная часть. Дальше начинаю вниз декомпозировать. То есть я пишу, а какие должны быть профессиональные качества у этого человека. У меня есть некоторые базовые качества вот такого хорошего менеджера по продукту. Понимает, как работать с операционкой, с операционным бизнесом, как в Skyeng или в Яндекс.Такси и находить там деньги. Отлично. Опыт запуска мобильных продуктов с нуля. Если нанимаем мобильного менеджера на уровень уже синир продукта или синир руководителя. Конечно, я хочу, чтобы у него был предыдущий опыт запуска с нуля продуктов. Хороший soft skills, потому что продукту нужно много общаться с разными направлениями. Умение работать с командой разработки. Ну, это baseline. Чтобы они не ссорились, чтобы он умел ускорять команду разработки. Соответствие baseline менеджера по продукту. Скорость, приоритизация, умение считать деньги, проактивность, сокращение проблематики и открытость. Важные качества определенные. Честность, организованность, обязательность, снимание деталей, упорство. Понятное дело, может быть, не быть на 100% у нас света, но я смотрю максимум из этого. Ребята, какие набирают. Химия на личном уровне, что мы адекватно с ним общаемся. И продуктивность. Окей, это некоторые общие навыки. Но теперь мне нужно разобраться, а что конкретно должен человек на роль мобильного продукта сделать? Что я должен у него проверить? Какие вопросы я должен ему задать? Для этого я составляю, соответственно, вопросы по свойствам. Давайте посмотрим, что мне нужно. Мне нужно, чтобы он умел менеджерить команду, и я для этого выпишу вопросы. Супер. Мне нужно, чтобы он умел работать и создавать удобный продукт, и я для этого придумываю вопросы, какие спросить. Что мне еще важно? Чтобы он умел общаться с другими, со стейкхолдерами, которые с ним будут работать. И я это обозначу, и потом придумываю вопросы. Чтобы он умел работать с аналитикой, чтобы он умел работать с метриками. То есть такие крупные подразделы, которые мне важны. Чтобы он был самоходный. Мне не приходилось каждый день проверять, что он там сделал, что не сделал. Чтобы у него была хорошая скорость. И чтобы у него в целом была мотивация фигачить и развиваться внутри команды. То есть я описываю, что нужно проверить. Вот эти крупные блоки. Я описываю, придумываю вопросы. Иногда я использую вставе, иногда придумываю новые вопросы. Если уже какие-то слишком забитые. И вот так расписываю. Давайте посмотрим пару вопросов. Вот, например, удобный продукт. Что я спрашиваю? Расскажи про свой текущий продукт. Какие решения считаешь хорошими? Как они получились? Или про какой-то из общеизвестных продуктов могу спросить. Какие решения считаешь, что нужно улучшение? Как так вышло? То есть я про текущий продукт, например, его порасспрашиваю. Пробовал ли проводить КАЗДЕО? Расскажи, как проходили. На что обращал внимание? Как применял это в продукте? Потому что некоторые делают КАЗДЕО и никак их не применяют. Почему не все применилось? С какой частотностью ты проводишь КАЗДЕО? Почему так редко? Порассказываю про наш текущий продукт и тоже его порасспрашиваю, чтобы он в нем получил. Вот примеры. И на каждой из областей знаний я расписываю вопросы. И после этого как раз у меня получилось довольно много вопросов. То есть тут, мне кажется, штук 50. Понятное дело, за собеседование все 50 вопросов я не успею спросить. Поэтому я выбираю из них самые важные и делаю все документы для печати. Вот это фактически документ, с которым, если вы придете ко мне на собеседование, я буду вместе с вами общаться. То есть у нас там минут 35 на собеседовании будет, в который я поспрашиваю вопросы. Потом дам еще человеку про спрашиваю вопросы. И вот я начинаю спрашивать. Какие ты считаешь важной компетенцией мобильного продукта? А что бы ты хотел сделать круто в ближайшее время? Чему научиться? С кем коммуницируешь и с других руководителей в своей компании? Что делаешь, если много заказчиков? Ну вот у меня тут получается там 10 вопросов примерно. Работал ли с распределенной командой? В какой форме обычно даешь обратную связь сотрудникам? Как думаете, умеете ли вы доводить начистое до конца и почему? То есть вот набор вопросов, которые я из широкого списка выбрал, я их заужаю, оставляю десяток самых важных и как раз их спрашиваю. Дальше спрашивают человека еще, может, я его что-то не спросил, или может, он что-то хочет рассказать. И в конце мы уже подводим экшн-план. И если мы хорошо пообщались, то еще предлагаю небольшой тест-возадание человеку. Вот такой формат, еще раз его повторю. Сначала я выписываю лист целей, то есть что я хочу от человека, чтобы он сделал. Дальше я выписываю, какие свойства должны быть у этого человека, что мне важно проверить. На каждое из свойств я придумаю вопросы. И, соответственно, после этого делаю уже короткую выжимку. Ключевые свойства, десяток вопросов. По ним как раз мы с вами общаемся, и по ним я отмечаю, подходитесь вы или не подходитесь в команду на данную вакансию. Вот такая история. Если советовать вам еще что-то из литературы почитать, это книжка, которая называется «Кто? Решите вашу проблему номер один». Как раз там есть такой фейнборд, и его используют большинство руководителей. Поэтому, если интересно, полистайте эту книжку, и надеюсь, у вас стало больше понимания, как оценивать работа продуктов. Если материал понравился, хочется получить такой шаблон, посмотреть, пишите комментарии, оставляйте свои реакции. Если их наберется много, будем продолжать формат и поделюсь документом. Все, всем пока, всего хорошего. Делайте крутые продукты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!